Во Владивостоке прошли соревнования по подлёдному ориентированию Under-Ice Games. В мероприятии участвовали спортсмены из разных стран – России, Китайской Народной Республики, Кувейта, Объединённых Арабских Эмиратов, Малайзии и Египта. Здорово, что в городе Владивостоке проходят такие, мне кажется, важные международные соревнования. Сегодня уже десятые международные подлёдные игры, игры по подводному ориентированию. Но мы уверены, что бухта Фёдорова сегодня поможет тем, кто действительно достоин этой победы. Ребята, я поздравляю нас всех. Искренне бы хотелось, чтобы сегодня победил сильнейший, как минимум. Мы все насладились действительно очень интересным, фантастически экзотичным, но очень, по-моему, Владивостокским видом спорта, видом подводного ориентирования. Ребята, я желаю нам всем удачи. Среди участников соревнований были люди разных возрастов. Так в числе первых погрузились в воду самые юные спортсмены. Сначала было страшно, всё мерзнет, как-то непривычно, всё темно. Но потом как-то привыкаешь, становится тепло, то есть плывёшь, даже не обращаешь внимания, что у тебя над головой лёд. Надо слушать инструктора и во время погружения не мешать ему, махать руками, убегать от него. Он тебя держит и он следит за тобой. Если что-то случится, он тебе поможет. Участник из Египта Ахмед Габр участвовал в подлёдном ориентировании во Владивостоке уже в пятый раз. Он начал нырять только один раз, наверное, в России, а другого опыта погружения у него нет, только здесь, во Владивостоке. И подлёдное погружение – это совсем другой уровень подготовки и опытности дайвера. Это полностью отличается от других видов погружений. Отметим, на мероприятии открытия официальный представитель Военно-морских сил Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед Абайт Мубарак Абайт Алтенейджи вручил Константину Шестакову официальный знак дружбы. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.